Приветствую на канале. Тема довольно интересная. Этот вопрос вы мне часто задаете. Что делать со старой электроникой? Я об этом уже не раз рассказывал, но в основном эти видео касались тех, кто занимается каким-то творчеством, ради любительством или просто какими-то поделками и где-то использовать эти все устройства для каких-то дальнейших своих реализаций или творческих проектов. Но не все занимаются этим, это понятно. И некоторые бы хотели свою старую электронику не просто утилизировать в урну, а как-то еще ее использовать. Давайте сегодня об этом и подумаем. Я это все буду рассказывать на примере спутниковых тюнеров, потому что каждое устройство, если его нужно использовать дальше для каких-то целей, то тут уже надо их делить. Допустим, Т2 тюнер под эту цель уже не подойдет, а какая-то другая еще электроника вообще для этих целей будет непригодна. У каждого из этих изделий будет своя реализация. И сегодня именно спутниковый тюнер. И если у вас тюнер этот еще раз стал рабочий, но устарел, что можно с ним решить и придумать? Куда его использовать? Я когда-то это уже упоминал. Каждый из этих тюнеров может нормально выступать в роли радиоприемника. Назовем его кратко САТ-РАДИО. Если задуматься большинство из нас, если чем-то занимается, в мастерской, на кухне или где-то еще по каким-то делам, редко когда смотрят на экран телевизора, а в основном слушают его как фоном. Вот и так же можно использовать наш тюнер для этих целей. Что только для этого нужно? Телевизор, как правило, для этого не нужно. Тюнер настраивается один раз и этого хватает. Единственное, что к нашему тюнеру нужно будет подключить какую-то акустику. Благо ее на сегодняшний день довольно много. Можно использовать компьютерную акустику. А если вы что-то умеете спаять, то тут вообще как бы широкое у вас поле деятельности. Можно внутри тюнера поставить небольшой динамик и плату китайский усилитель, как конструктор. Подключить это все внутри тюнера и у вас получится радиоприемник со встроенным динамиком. Но если вы паять не умеете, то используйте компьютерную акустику. Она на сегодняшний день, как правило, вся имеет внутри блок питания и усилитель. Или просто питается от USB входа 5 вольт. И вот мы эту акустику подключаем на звуковой выход нашего тюнера. И вуаля, все у нас готово. Единственное, что, как я сказал вначале, нужно один раз настроить этот тюнер. Выбираете тот спутник, с которого вы хотите смотреть больше радио, точнее слушать больше радиоканалов. Хотя можно даже фоном слушать и какие-то телевизионные каналы. Заменяете там основную головку на двойную головку. Отдельным кабелем подключаете к тюнеру. Один раз подключаем к телевизору и все это настраиваем. После настройки радиоканалов, все ненужное удаляем. И у нас получится тюнер, в котором только одни радиоканалы. Ну или телевизионные каналы, которые вы будете слушать. Все, больше нам телевизор для этих целей не нужен. Все отключаем, только подключен наш динамик. Запустили и переключаясь пультом между радиостанциями, мы можем удобно управлять ним. Или кнопками с тюнера, или тем же, как я уже сказал, пультом. Навигация довольно простая. Главное, чтобы у вас там не было какого-то мусора, каналов, которые не работают. Даже можно не заменять головку на двойную, а использовать специальный разделитель сигнала на два тюнера. Также, я думаю, у каждого из вас есть какие-то идеи, куда реализовать старую электронику. Некоторые просто как идеи, а другие вы уже используете что-то и куда-то. И пишите это все под видео. Я думаю, это многих заинтересует. Потому что жалко это все выкидывать просто в мусорку. Надеюсь, что это видео вам было полезно. Если видео понравилось, поставьте лайк. Также не забудьте подписаться на канал. И всем пока!